Всем доброго времени суток, а мы продолжаем прохождение игры в виде маг. Так, ну и здесь у нас как бы что-то нужно сделать. Мы в новом нарокорте. Можно, кстати, сейчас взять кучу квестов, а выполнять их начать немножко позже. Потому как, если я ничего не путаю, сейчас события начнут разворачиваться абсолютно дурацким образом. Вот. Чем ты можешь помочь? Дай-ка я тебе скинул. Вот это всё. Бухлишко бы ещё прикупить. Ну, этого будет мало. Девушка-официантка. Так, ну, можно, например, взять, я не знаю, что там, венчишка. Десятка, десятка. Ну, 5, ну, ещё парочку хотя бы взять. Должно хватить. Если я ничего не путаю, опять же. Вроде должно хватать. Сейчас быстренько прорвёмся наверх, посмотрим. Ну, да ладно, не может быть. Так. Так, деклон Леву-Варден. Ага, по-моему, с ним нету, с ним пока ещё рано, да. Тогда разговариваем с Тайлером и продолжаем. Ну, да. Мы снова встретились, ведьмак. Похоже на то. Я должен поблагодарить тебя за то, что спас мою задницу. Я до сих пор не уверен, стоило ли связываться с Деветтом. Конечно, стоило, если тебя беспокоит мир и покои Тимерии. Что ты имеешь в виду? Я чувствую напряжение. Ты забываешь, что я простой ведьмак. Стало быть так, прежде чем король покинул нас, он оставил мне письмо, которым помещал в Изиму под мою защиту. Видишь? Похоже, настоящее. На время своего отсутствия я наделяю тебя. Верю, что ты умеешь читать. Обрати внимание не только на печать, но и на подпись короля. Понятно. На остальных эдиктах её нет. Печать легко украсть, а вот подпись подделать значительно труднее. Значит, все эти королевские эдикты просто подделка. Именно так. Ну, спасибо, поговорили. Теперь вот этот товарищ нам нужен. Кого я вижу? Ведьмак. А ведь говорили, что вы все вымерли. Не все. Кто-то остался. Меня зовут Геральт. Я бы не хотел открывать своё назначающее имя. Рыцарский обед. Если хочешь, называй меня Патриком Извейзи. Орден Пылающей Розы? Именно. Может быть, ты сможешь мне помочь? Посмотрим. Моя сестра. Мы нашли её утром на постели. Она была без сознания. Кровь стекала из отметок клыков на шее. Это был вампир. Отметки клыков не всегда принадлежат вампирам. Эти точно принадлежали вампиру. А потом, через некоторое время, моя сестра исчезла. Должно быть, превратилась в кого-то, а потом сбежала. Если она стала вампиром, мне придётся... Прежде всего, я хочу, чтобы ты её нашёл и подтвердил наши подозрения. Хорошо. Я найду твою сестру. Ты её сразу узнаешь. Её лазурные глаза невозможно не заметить. Она стройная, красивая блондинка. Хорошо. Посмотрим, что можно сделать. Так, ладно, с этим всё. Но у нас есть ещё вот товарищ. Людик. Геральт. Я рад тебя видеть. Я не в том настроении, чтобы слушать музыку. Поговорим позже. Ай, проблема заключается в том, что я обещал сыграть для всех этих людей. А у меня нет людьми. В таком случае у тебя действительно проблема. Геральт. Куда делась твоей людьми? Длинная история. Не хочется рассказывать с сухим горлом. Ну, понеслась. Чё? Набухались. Ну, нормально. Я вас и забыл, каково это с тобой пить. Ещё не набрался храбрости рассказать мне о людне. Моя людня осталась у богатого купца, который живёт на западной стороне сольной площади. А я не могу отсюда отлучиться. Публика ждёт. Почему ты не хотела об этом говорить? Купец один застал меня, когда я давал уроки его дочери. Уроки чего? Спокойно, Геральт. Музыки, конечно. Ладно, я принесу твою людню. Отлично. До встречи. Так, где слезы жжёт? Такое себе. А, сейчас. Давайте-ка сделаем следующее. Лавку с мячом. Да, всегда. Так, мне нужен будет вариант. Так, концы. Я тут ещё не читал, но... Так, мне нужно будет, наверное, для начала выиграть у Левета. Я, по-моему, с ним ещё не играл. Поэтому мы здесь сохранимся. Пусть это вот так вот как-нибудь будет. На самом деле, неинтересно, кто и что. На самом деле, интересно выиграть. Так, ну хрен его. Блин. Две пары. Блин, сет. Плохо. Продолжаем. Точно пара на единицах. Что может быть? Параем не лучше. Противника две пары. Сет. Сет лучше. Но... Опять них, наверное, выпало. Пара на шестюрках. Две пары. Две пары. О, не дошёл чуть-чуть. Господин ведьмак. Господин ведьмак. В чем дело, парень? Банк ограбили. Банк ограбили. И господин Валерат приказал привезти ведьмака. Ведьмака. Что происходит, парень? Купеческом квартале. Пойдём за мной, господин Геррих. Ну, блин, да ладно. Ну, окей, ладно. Тогда выполняем квест ограбления банка. Ну, это ещё не всё. Ну, силиканский торговец. А, к сожалению, нет. Но он не нужен. Так, понравится ручья. Где ребят, которые здесь стояли? Вот, алкиник. О, приветствую его. Здорово. Здорово. Так. Тут дело такое. Круглин. Дальше. Тут не я. Дальше. Мозгивый топцев. Языки клавиона. Ну, вроде как всё, да? Да. Так, что-нибудь у него забрать ещё можно? Собачье сало там, типа, смазку сделать. Для оружия. Ну, ладно, это потом. Так, мне нужен купец. Капец. Ну, капец вот здесь есть. Вот он. Так. Давай-ка, ну, диагра, дадим рубину. Подадим кольцо сапфировано. Хрен сюда поставить. Ну, пока вроде всё. Так-то. Разобраться. Межим к Вильераду. Проклятые скаят Аэри грабят банк. Что происходит? Их отряд захватил банк. Мы не знаем, как им удалось проникнуть внутрь, но они захватили заложников. И они хорошо вооружены. Зигфрид возглавляет операцию по освобождению. Вечный герой. Яральт, им нужна помощь. Не стоило ему лезть на рожон. А другой вход здесь есть? Ммм. Я бы не советовал проводить прямой штурм. Но... Вильерад, время идёт. Здание банка связано с городской ратушей. Но они заперли дверь изнутри. Может, тебе удастся проникнуть туда из склада? Склада? Он связан пешеходной эстакадой с ратушей. Склад не используется. Но у меня есть ключ. Не используется? Женщины, которые работают в ратуши, рассказывают, что там водятся привидения. Но я бы не стал серьёз воспринимать их роскоязни. Дайте мне ключ. Так, ключ нам дали. Чё тут не заберёшь? Так, для начала сжахнем по ходу пьесы. Интернесс. Так, здесь инсектуэли... Нет, это не оно. Ну, давайте масло в подальщиках. Ну, чё, вперёд. Нрависти. Чё-то не верю я, потому что здесь больше нет никого. Ну, так уже больше похоже на правду. Угу. Угу. Ага, еще разочек чекнем. Кто-то только что хрустил тут. Че, нету? Ага, вот, вот кто там есть, ну, странно, скорее всего второй этаж. Ну, блин, побежать, ударить. Твою мать, а, как вот он достал, урод. Твою мать. Не верю. Почему он застреет время от времени? Просто устанавливается на месте и ничего сделаешь. Ну, не верю. похоже все так теперь давайте заточим стальной меч на еще не него нанесем что-нибудь приятное типа яд повешенного идешь сохраняемся ну тогда сюда ведьма ты что здесь делаешь успокойся я здесь чтобы поговорить мне не до разговоров что ты хочешь этим сказать я имел внизу но на баба давайте не все сразу ты слышал историю а эллирен ведьмак но я думаю у нас есть более важные темы для беседы белая роза шераведда краснолюды и люди знали ее под именем эллирена два века назад она повела в бой молодых эльфов старейшины были против они знали что эльфы обречены на поражение знали что после этой битвы они могут уже не оправиться рыцари готовятся к атаке а эллирен белая роза поднявшие на бой молодых они взяли оружие и пошли за ней в последний решительный бой их уничтожили безжалостно и вин банка кружок они умерли с ее именем на устах они повторяли ее зов ее крик они умерли за шайровед и за эллирен так как она и обещала с достоинством как герой ты был там так что ты принял решение какое решение ты не можешь вечно сидеть верхом на заборе особенно если этот забор стоит на поле боя хочешь чтобы я вступил в твой отряд нет ты слишком много сомневаешься из тебя не получится революционер у меня была причина рассказать тебе про аэллирен идет война геральт война за выживание за свободу тебе не нужно быть одним из нас чтобы помочь нам многие просто помогают как умеют а ты умеешь убивать монстров я не собираюсь участвовать в войне ордена из кое-то или я ведьмак я всегда сохраняю нейтралитет ты идиот ведьмак слишком поздно говорить о нейтралитете стань на мою сторону или будь навеки моим заклятым врагом я не собираюсь убивать людей за твоей туманной философии сложи оружие тогда может быть остатки твоей команды останутся в живых ты предатель и глупец очень хорошо геральт ты принял правильное решение орден пылающий роза отблагодарить тебя секрет пришлось здесь делаешь тебе не стоило кое-что изменилось нет времени объяснять и и вин и вин сбежал в канализацию тихо спокойно вот вот да откуда швы или взялись то все нормально но нет ненормально дорогах давайте смотреть останки ну не кинжал из махакана давайте все собираем я всегда был за равные права ну-ка давайте вот так вот хочу себе такую колотушку так в чем побежали что я предлагаю может быть еще бухнуть а с другой стороны на его нафиг где там и и очень хорошо вечный огонь ведет меня нам нужно спешить вот за тебя дружище что тебя ведет вечный огонь так здесь что а мы здесь обломан этот самый себя не поконяет в этом нет ничего здесь снова ничего здесь сундук которому по кому-то есть правда еще один сундук так он очень есть так я не понял что еще . но мы забираем побежали откуда ты прибежал ну пацаны все ко мне еще какие нибудь идеи со мной ну ну тоже мне кажется он сбежал но мы прогнали его из банка спасибо за помощь как я могу тебе помочь другой раз ты знаешь где меня найти я не собираюсь тебя искать дружище так ладно давайте смотреть что здесь у нас останки забираем дальше останки забираем кольца кольца и браслеты кольца и браслеты тут тоже делать нечего менять вот так вот битва магии конечно так здесь что останки так надея вот этот клинок иногда он даже с его силовым стилем попадает помимо хорошо так ладно там нет на продавал уже целую кучу но с двух утопцев но уж не собрать чтобы так ради понятно здесь ни хрена нету да у пацаны подожди подожди на все так что тупцы с деньгами хорошие ребята так так труп костер решетка но купеческий квартал нам сюда так сейчас квилераду надо вернуться и вообще еще с ним сыграть в покера и может сдать целую кучу квестов а еще здесь где-то находится домик по моему вот этот где лютня лютика да что тебе нужно оставь мою дочь в покое и я пришел за лютней моего друга вон оскорблений уже было больше чем достаточно да я тебе одной левой пришибу ублюдок получай что особенно и 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 Ну, как-то так. Черт, проходи, только не бей меня больше. Людь не в сундуке наверху. Ну, вот, понимаешь, с этого можно было начинать. Но ты этим заканчивал. Тватье что и время. Никто к тебе даже не тронул. Махань бы ты. Ну, что такое опять? А, все понятно. Да нет, я просто помимо людей не хотел посмотреть, что у тебя еще есть. Ты кто такой? Геральт из Рибии, ведьмак. Прошу прощения за вторжение. Все в порядке. Мне ужасно скучно. С тех пор, как папа застал здесь труба дура Лютика, он никого ко мне не подпускает. Именно поэтому я здесь. С чего ж он сам не пришел? Хотя, может, так оно и лучше? Ты сам на вид тоже ничего. Я пришел за Лютик. Я пришел за Люднюю. Это я поняла. С тех пор, как отец застукал нас, что-то он перестал сиренаду у меня под окнами распевать. Кстати, надеюсь, ты папе ничего плохого не сделал. С ним все будет в порядке. А с какой это статья должна Люднюю отдавать? Назови хоть одну причину. Я ведь знаю, что Лютик больше никогда здесь не появится. Я с самого начала знала, что все так и будет. Такой уж он есть. Если я отдам тебе Людню, он будет под нее распевать сиренады очередной... ...жертве. Если ты отдашь Люднюю, ты лишь покажешь, что он для тебя ничего не значит и никогда не значил. Ты с ним порвала. Ты его бросил. Да-да. Он упал к моим ногам. Молил хотя бы об одном благосклонном взгляде. Он сделал мне предложение, но я ему отказала. Теперь можно мне забрать Люднюю? Одну секунду. А тебе-то какая в этом выгода? Почему ты помогаешь Трубадуру? Он мой друг. Друг, говоришь? Подойди ближе, Геральт. Небось, я не кусаюсь. Однажды я слышала, что прикосновение ведьмака несколько особенное. Оно вызывает легкую вибрацию. Изволь, я покажу тебе. А что, больше нет ничего? Ну ладно, Розалинда. Так, из невыполненного. Нам же нужно сбегать еще. Да, давайте мы сейчас поговорим с Велераном. А вот оставшуюся часть мы потом закончим позже. Так, Велеран где-то вот здесь должен стоять все еще. И на этом текущую серию я, наверное, буду завершать. Так, что там произошло? Я слышал звуки борьбы. Они мертвы. Почти все. Почти? К сожалению, их лидеру удалось бежать. Мы найдем его. Ты заслужил ордер, ведьмак. Так, ну вот. Всем спасибо. На текущий момент это все. Продолжим в другой раз. Играйте в хорошие игры. И пока-пока.